Дотамани, лучший сервис по обмену вещей в Дота 2. Здесь вы можете спокойно обменять свои дешёвые и ненужные шмотки на гораздо более дорогие, да ещё и выгоднее, чем в Стиме. Всё просто, логинимся на сайте, вводим свою ссылку на обмен, выбираем нужные вам вещи, принимаем обмен и вуаля, вещь уже у вас. Всё просто и быстро, ссылка будет в описании. Пасхалки есть практически во всех играх. С помощью них разработчики отсылают нас к другим играм, фильмам, песням и прочим прелестям современного мира. Дота, разумеется, тоже не является исключением и в ней полны и полно пасхалок разного рода. Зачастую, чтобы их обнаружить, требуется достаточно много времени и немножечко удачи. Я прекрасно знаю, что сейчас на ютубе о пасхалках в Доте не рассказывал только ленивый. Какие-то из них высосаны из пальца, а какие-то действительно весьмоготные. Но так или иначе, я ищу эти пасхалки сам и достаточно давно. Однако этот ролик, по сути, является уникальным, так как все предоставленные пасхалки в нём я узнал именно от вас, мои дорогие зрители. За что я крайне вам благодарен. Ну, а я не вижу смысла больше тянуть, давайте приступим. Открывает наш, так сказать, топ весьма интересная пасхалка, связанная с одним косметическим предметом. Я почему-то думаю, что знали они единицы, поскольку её практически нереально заметить. Вот загрузочный экран, на котором изображён этот самый предмет. Ничего не замечаете? Нет? Тогда сузим поле поиска до одной вещи. Вот именно на ней есть то, из-за чего она сюда попала. Думаю, самые глазастые уже хоть что-то доразглядели. Ну, а я не стану больше томить и скажу. Внутри этого шара находится скриншот одного из самых эпичных моментов в киберспорте. А именно, так называемый Dream Coil на миллион. Вот так, я думаю, вам будет чуть-чуть понятней. Но почему же он здесь изображён, спросите вы? На самом деле, здесь всё просто. Весь этот сет был создан при поддержке команды Альянс, как раз после третьего Интернешнала, на котором они завоевали первое место. А также именно в последней игре которого и был сделан этот самый Dream Coil на миллион. Почему на миллион? А потому что команда, занявшая первое место, получала полтора миллиона долларов. И этот самый Dream Coil, по мнению игроков и аналитиков, был решающим в последней игре против Na'Vi. Ну и чтобы увековечить память такого знаменательного момента, Альянсы и решили создать сет именно на паке в исполнении S4, который выиграл им игру. Даже название всего этого сета дословно переводится как «Воспоминание о мечтах». Как по мне, идея была просто отличной. Кстати, эту пасхалку прислал Максим Мурлоков, за что ему большое спасибо. А вот следующая пасхалка будет намного известнее, однако не менее интересной. Суть этой пасхалки тоже заключается в косметическом предмете, а именно аркане на Ио. Думаю, говорить про то, что вся эта вещь является прямой отсылкой к порталу, глупо, ведь это известно абсолютно всем. Однако мало кто знает, что когда Ио кого-то убивает с этой арканой, он напевает вот такую вот мелодию. Ну и здесь, я думаю, все фанаты портала отчетливо услышали мелодию из песни под названием «Still Alive», которая была в концовке все того же портала. Вот, послушайте. Также, если Ио делает ФБ, то он напевает этот же мотивчик, но немножечко по-другому. Вообще, когда я впервые услышал эту мелодию в доте, мне стало прям так, знаете, тепло на душе, потому что эта песня нечто большее, чем просто набор звуков. Думаю, фанаты портала меня поддержат. Эту пасхалку, кстати, прислал Азад Гулиян, за что ему огромное спасибо. Но на этом все пасхалки с арканой Ио не кончаются. Есть еще одна небольшая, которую заметил лично я. Связана она скорее не с самой арканой, а ее изображением в инвентаре. Если хорошенько приглядеться, то слева можно заметить черно-розовые квадраты. Нет, это не значит, что Ио Эмо. Думаю, люди, игравшие в CS Source, Garry's Mod, да и вообще в игры на движке Source, могли частенько видеть эти самые квадраты. Они обычно появляются на местах отсутствующих текстур клиента. Не знаю, зачем она именно здесь, но все равно факт весьма занятный. Насчет следующей пасхалки я и сам толком ничего не знаю, поскольку она касается второго акта Лихого Омута, в который я совсем не играл. Однако тем людям, которые провели там не один десяток часов, думаю, будет достаточно интересно. Хотя вполне возможно, что вы об этом уже знали. Вообще, я думаю, многим известно, что во втором акте Лихого Омута существует ПТН-лавка с большим инвокером. Попасть туда весьма непросто, так как нужно точно знать, где его искать. Но все-таки, чтобы его найти, нужно было подойти в это место на карте, свернуть налево в темноту, а затем срубить там пару деревьев. Потом вас ждет достаточно длинный темный коридор, ступеньки, а на их вершине и будет тот самый инвокер. Но нас интересует как раз-таки не он, а то, на чем он стоит. Если вы не заметили, то там изображен вот такой вот знак. Его мы все с вами также видели в тизере новой игры от Valve под названием Artifact. И по сути, данная фигура является знаком этой самой игры. Так что это самое, что ни на есть, отсылка к следующему проекту от Valve. Кстати, данную пасхалку прислал парень с ником лежать плюс сосать, за что ему не меньшее спасибо. Ну а следующие две пасхалки будут находиться во фразах героев, но это не значит, что они будут менее интересные. Я думаю, они вам понравятся. В общем, следующая пасхалка находится во фразах Ликона, а конкретнее в репликах его благодарности. Ну вы знаете, это тип фраз, когда вы кидаете на какого-то союзника урну, а его герой сам вам отвечает что-то типа «Спасибо» или «Я этого не забуду». Так вот, и у Ликона есть подобные фразы. Вот первая из них. «Премного благодарен». В ней нет ничего особенного. Однако нас интересует именно вторая, которая звучит вот так. «Ты заходи, если что». Здесь, я думаю, все люди, которые родились хотя бы раньше 2000 года, должны были понять, что это прямая отсылка к легендарной фразе Волка из чудесного мультфильма под названием «Жил-был пёс». «Ты заходи, если что». Уж не знаю почему, но эта фраза всем ну очень полюбилась. И по сей день её можно было увидеть во многих местах. На самом деле, очень приятно, что русские локализаторы подошли к процессу перевода творчески и не стали дословно переводить каждую фразу. Поскольку в оригинале обе эти реплики звучат практически одинаково. Кстати, эту пасхалку нашёл я сам, так что спасибо мне. Ну и последнюю пасхалку, скорее всего, мало кто поймёт, но она на самом деле весьма и весьма интересна. В общем, у Бэтрайдера есть фраза, которую он говорит во время использования Файрфлая. Звучит она вот так. Её можно перевести как «люблю этот запах». По сути, реплика ничем не примечательна, да и не особо интересная. Однако, если вы смотрели фильм под названием «Апокалипсис сегодня», то сразу услышали здесь отсылку к легендарнейшей фразе подполковника Килгара. Перевести её можно как «люблю запах напалма по утрам». Конечно, там дальше идёт ещё небольшой монолог, но нас интересует именно эта реплика. Если вы вспомните способности Бэтрайдера, то эта фраза обретёт для вас новый смысл, поскольку его первая способность является самым что ни на есть напалмом, запах которого так любит Бэтрайдер и подполковник Килгар. Конечно, эта фраза Бэтрайдера сильно сокращена, но я думаю, что это совсем не похоже на совпадение. Кстати, в русской озвучке эту фразу перевели как «Обожаю». Хотя локализаторов за это винить нельзя, ведь вряд ли они вообще поняли, к чему была сделана эта фраза. Кстати, если вы не смотрели фильм «Апокалипсис сегодня», то настоятеля рекомендую вам его посмотреть. Шедевр каких мало. Ну, а эту замечательную пасхалку нам прислал парень с ником «Калима Бол». Или Калима, в общем, не знаю, как правильно читать, слушай, прости, друг, но так или иначе, спасибо тебе большое за отличную пасхалку. Кстати, если у вас есть ещё время, то останьте здесь ещё буквально на минуту. В общем, у меня тут на днях, как оказалось, набралось 200 тысяч подписчиков, и я как бы не особо следил за этим показателем, так как количество подписчиков далеко не так важно, как количество людей, которым я просто хотя бы нравлюсь, или те же самые комментарии. Но всё равно это важное событие для любого ютубера, и я, разумеется, не исключение. Эта цифра для меня просто колоссальна, у меня чуть челюсть не отпала, когда мне в личку написал парень, типа «Эй, самовар, поздравляю тебя с 200к». Я сначала даже не понял, о чём речь, а потом догнал, что он говорит о подписчиках. Короче говоря, обычно на такие события все делают какие-то нарезочки, монтажики и всё такое, но так как мой контент не основывается на всяких летсплеях, мне просто не из чего брать материал для подобных роликов. Однако я нашёл, как мне кажется, неплохой компромисс для этой ситуации. В субботу и воскресенье в 17.00 по московскому времени я устрою, так сказать, праздничный стрим, в котором буду играть в различные игры, начиная с Доты и КСГО и заканчивая каким-нибудь там Майнкрафтом, не знаю. Короче, игры вы будете выбирать сами, ну а я уже буду играть со всеми желающими и параллельно общаться с вами. Также, чтобы подогреть ваш интерес к грядущему стриму, я закуплю множество ключей от игр, и в течение всего стрима буду вам их раздавать под видом розыгрыша или как-то так. Короче говоря, думаю, будет весело. Ну а вообще, всем вам огромное спасибо за вашу не менее огромную поддержку. Для меня это и правда очень важно, как бы это шаблонно не звучало, поскольку я всегда читаю все ваши комментарии, и буквально все. Может быть, только под старыми роликами не читаю, но новые я всегда мониторю. В общем, все остальные благодарности и сентиментальности я планирую высказать на стриме. Он, кстати, будет, напоминаю, в субботу и воскресенье в эту 17.00 по московскому времени. Буду очень вас ждать. Кстати, стрим будет проходить именно на ютубе, так что никаких твичей вам никуда подписываться не надо. Просто будьте на канале. Ну и на этой ноте я, пожалуй, и закончу. Если вы знаете какие-то еще интересные пасхалки или факты, то можете смело писать мне их в личку в ВК. Ссылка, как всегда, будет в описании. Если ваша отсылка будет интересной, то вполне возможно, что она попадет в следующий ролик. Ну, а я с вами прощаюсь, ребят. Всем вам большое спасибо за просмотр, вашу подписку и лайк. Удачи вам и до субботы. Субтитры сделал DimaTorzok